Привет! Меня зовут Макс Амира и мы сегодня поговорим о типа духовности. Мы все очень любим изменять свою жизнь к лучшему. Мы хотим быть счастливыми и каждый ищет такую практику, которая бы дала ему вот эту энергию счастья и внутренней удовлетворенности. И в итоге, когда мы получаем эту практику, а их много, мы получаем вот это удовольствие, и простые вещи перестают нас цеплять. Нам нравится сам кайф, который мы обнаружили в том самом действии. Это может быть дыхание, медитация, кто-то занимается цугуном, рейки, направлений очень много. Но нам хочется все глубже и глубже уйти в себя, потому что этот мир всего лишь иллюзия. Мы создали мир снов. Он не интересен, ведь внутри мне так интересно. Зачем это все? Я сюда пришел всего лишь на время. А когда происходит какая-то проблема, мы говорим, ой, ты знаешь, у меня Сатурн, он встал, ну совсем не в том доме. Что-то как-то карма моя денежная в этой жизни не очень, поэтому что бы я ни делал, не надо напрягаться, надо расслабиться. У меня не выйдет, потому что так построены планеты. Потом появляется насильственный позитив. А вот тут из-за этого повреждения у вас парализовано только несколько лицевых мышц здесь и здесь. Это просто означает, что вы будете улыбаться до конца своей жизни. Отлично. И когда в одной части жизни не получается, у нас есть другая, у нас есть духовная жизнь, где все замечательно получается, и мы расслабляемся и получаем вот этот свой между собой такой кайф. Есть одна история. К одному священнику пришла женщина, она была несчастна, она сказала, что она живет не своей жизнью, она не знает, что происходит, но она не хочет, не хочет больше жить. У нее есть муж, у нее есть двое детей, но они живут своей жизнью, а она своей, хотя они вроде бы семья. И он сказал ей, вернись сегодня домой, и когда заговоришь с детьми и со своим мужем, посмотри, видят ли они тебя, поднимают ли они свой взор, когда ты заходишь в комнату, встречи со своей лучшей подругой, расскажи ей какую-нибудь историю и посмотри, видит ли она тебя, смотрит ли она на тебя, когда ты рядом. на следующий день она прибежала в слезах и сказала, что мой муж меня не видит. Когда я обращаюсь к нему, он даже не поворачивается. Когда я говорю что-то детям, они занимаются своими делами. «Когда я встретилась с подругой, она смотрела на меня, но я видел, что она не слушала меня. Нет ни одного человека, который бы видел меня, меня нет в этой жизни, поэтому я хочу из нее уйти». И тогда священник сказал, просто удели внимание им, посмотри на того человека, который рядом с тобой, хоть раз по-настоящему, услышь и увидь его, просто сделай это. И она вернулась к себе домой и, пообщавшись с мужем, посмотрела ему в глаза, она реально хотела понять, что с ним сейчас, какая у него эмоция, что происходит у него внутри. Она хотела узнать, чем занимаются ее дети, реально чем они занимаются, какие вопросы они сейчас решают. Да, одному восемь, другому одиннадцать, но у них тоже есть важные вопросы в их жизни. И тогда она вернулась в слезах, но уже в слезах счастья. И она поняла, что «я могу видеть, я могу слышать по-настоящему». И Бог нам дал этот дар, но мы им не пользуемся. Она поняла, что такое настоящее счастье, что такое духовность. – это когда ты в простых вещах видишь что-то особенное и что-то божественное. и от этого ты становишься счастливым и делаешь счастливыми других людей. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok